Ну, повторить у вас какой-то переворот, потому что я сижу за кулисами, слушаю ребят, с которыми я когда-то жил. Одно с жизнью, а сейчас у нас очень разное. И жутко радуюсь, что ничего из того, что в мире позорно и происходит, ничего на нас не отражается. Мы живем и хотим быть услышанными. Давайте услышим друг друга через 12-15 минут. Кто-то сказал когда-то, что качество пастыря не определяется количеством толпы. Поэтому нас очень мало, но очень густо. Я с удовольствием сижу вот здесь за кулисами, с удовольствием радуюсь, просто радуюсь тому, что происходит на этой сцене в этом зале. У нас ведь самое главное, у нас очень короткий срок к нам отпущен Богом или обстоятельствами. Мы очень мало живем на самом деле. И кто-то сказал когда-то, что надо оставить посаженное дерево, построенный дом рожденного и воспитанного ребенка и тогда считать свою задачу выполненной. Наверное, надо еще и оставить точку, оставить еще хотя бы пару песен, которые кого-то после тебя, когда-нибудь потом, все равно озаботили бы, заставили бы думать. У меня четыре дочери, старше из которых почти сорок, а младше из которых чуть больше года. У меня есть пасынок, плохое слово, сын моей любимой жены, которому 12 лет. Я даже ему стихи написал, что я с ним сражаюсь за него. Ну, чаще, то есть тем, что делают сегодня барды. Я говорю, Коля, у нас однокомнатная квартира, такой гадюшник, свинарник, как его называют. Значит, это 20-метровая комната, прописанная еще прежняя жена со своим новым ребенком от нового брака. Нас тут еще пять. Собака, попугай Веньямин, значит, это самое, не хорек, а как его называют, маленький такой, хомячок, да, Ефим, назвали, Ефим Абрамовича его зовут. Значит, рыбки там вот, кис. Я говорю, Коля, комната теснее еще от того, что все стены в книгах. Я говорю, Коля, не все я их прочитал. Точно. Не все я их точно написал. У меня только три полочки, которые ко мне непосредственно. Но я знаю, в трудную минуту, мне что-нибудь надо, я знаю, где мне найти вот ту мудрость, которую для меня оставили. Что ж ты по утрам в семь часов вскочив, не сделав зарядки, не почистив зубы, ты врубаешь телеки, смотришь свои иностранные, эти идиотские, эти виртуальные, эти все реальности, люди, мультиков. Нафиг тебе это надо, Коля? Поговори со мной по-человечески. Давайте вот второе деление, давайте поговорим по-человечески. Начинает его закончивший первое отделение. Сережа, лоу-физик, кстати, человек тоже технарь, вроде, ну не технарь, но не технарь, нет, конечно. Но человек сложно. Меня выгнали, я получил двойку сперва, потом тройку на госэкзамене в пединституте, на истории. Виргинский академик, автор учебников всяких. Он мне говорит, а когда? Я говорю, какая вам разница, когда? Отчего? Я говорю, ну возьму сейчас вот это, прочитаю. А вот, я говорю, да нет истории, как науки. Как? Я говорю, да есть билетристик, вот по названию истории. Сколько историков, столько и истории. Вот вы у меня спрашиваете, по какому учебнику я готовился. Нет такой науки. Вот значит, я свою богатую жизнь прожил напрасно, значит, я три этикса. Убрать этого нахала больше я у него, ну потом другая комиссия пришла, все. Вот все наши песни, это история. Этому не надо верить, это надо выслушать и иметь по этому поводу мнение. Что вам сейчас Сережа Кругову докажет? Спасибо. Я прошу меня извинить за трудности, которые у меня возникают с голосом. Дело в том, что действительно изменились эпохи, и сейчас мы находимся при капитализме. Вот я сейчас работаю в таких абсолютно капиталистических условиях, частная фирма. Я занимаюсь журналистской работой, но капиталист без капитализма. Вот сегодня у меня с 9 утра до 6 вечера выпивали кровь капиталисты, мои хорошие начальники. Я писал статью срочно, и в себя никак не могу прийти после этого, поскольку приходилось перекрикивать массу народа еще при этом. Все такое вплощадь. Ребята, вы меня простите, я вас люблю. Я боюсь, что я вас запугал в предыдущем отделении. Всякие такие, значит, про прошлое время тяжелые вещи говорил, там, как не включишь радио, где-нибудь воюют. И вообще всякие страсти. Конечно, не только этим мы жили, и в основном не этим. Мы жили, были мы молодые, стали постарше, теперь уже совсем просто такие взрослые ребята. И любили, любим и будем любить. Вот я хотел бы, чтобы вторая часть была более лирической. И вот Борис Савельевич обещал вас подготовить к следующей песне, которую я спою. Ну, значит, будем без подготовки. На музыку Лиды Белостоцкого. Вот я говорю на музыку, и так немножко странная ситуация, да, обычно на слова. А тут на музыку. Ну, действительно, музыка была сначала. Мы с нашей бригадой уже в другой раз ехали, уже начинаешь путаться, значит, тогда это называлось Свердловск. И что мы ехали в Свердловск, там были жуткие морозы, опять была зима, зимние каникулы, минус 42 градуса там было. И нам предстояло, ну, там была программа, там где-то выступали, что-то делали. И вот однажды нам предстояло ехать на столб Европа-Азия, там граница между Европой и Азией проходит. Вот мы утром вышли на крыльцо Политехнического института и обнаружили, что автобус, который за нами пришел, вчера был в аварии. Он перевернулся, упал на крышу и сплющился. От этого вылетели все стекла. Значит, умельцы подняли вот то, что является верхней частью крыши, подперли какими-то палками железными. Где-то приварили, а стекла ставить не успели. И вот в таком автобусе, значит, без стекол мы поехали на границу Европы-Азии. И мотив, который у меня накануне в поезде еще за несколько дней до этого спела Лида Белостоцкая, и в которой у меня тоже никак не получались слова, а слова не получались, потому что это должна была быть ее песня, понимаете? Я не могу написать свои слова там про себя для того, значит, в ту песню, которую будет петь Лида, тоже тогда еще 18-летняя девочка. Никак не получалось. Вот мы ехали, и вот она сидела там сзади, и от мороза, от ветра до этого она потихонечку уменьшалась, как и полагается по физике, в объеме. Вот она все меньше и меньше становилась. У нее только толчил нос, значит, там, щеки, вот, лицо. Вот, она все меньше и меньше становилась, но вопреки всем законам физики и природы, глаза у нее оставались те же самые, такие большие, большие. Чем дальше, тем больше они становились. И вот так, вот в них столько было свету, а представить, 42 градуса, значит, ветерок так дует, когда мы едем. И вот тогда я понял, что должно быть в этой песне. Песня называется «Светлячок». Утро стереть стужу на снегу, Утром стынет ветер на мигу, Холодно, а я твое тепло, Тепло, берегу, берегу, берегу. Может, это сказка, может, сон, Лес стоит стеной со всех сторон, Может, я в сугробах заблужусь, И пусть только я не боюсь, не боюсь. Тот огонь, что ты во мне открыл, Словно светлячок во мне горит, Видно от того в моих глазах, В глазах светлячок, А не страх, а не страх. Если ты погасишь, я умру, В небе растворюсь, как дым и струн, Не стерплю ни ночи, ни дня, и ни дня, Только ты навсегда у меня. Пусть семью стужим на снегу, Кочнеет ветер на мигу, Только всюду я, Твое тепло, тепло, С берегом, С берегом, С берегом. Между прочим, Лиде этой песне не понравилась категорически, Она никак не хотела петь, Мы силком заставляли, Опять ничего понравилось. Ладно, Лиде, А вот у меня есть пленка, Которой нет у Аллы Борисовны Пугачевой, Нету. 18-летняя Пугачева сидела у рояля Тоненьким голосочком, Чистым, разрачным, Непрокуренным, непропитанным, Поет вот эту вот песню. 18-летняя Алла Пугачева, Когда выйдет следующая у него, Она войдет, Сережа, войдет точно туда. Я не знаю, как тебе, Хорошо от того, что Пугачева тебя поет, Или плохо. Вы знаете, ребята, Вообще, в самом деле, Это, наверное, самая большая награда, Я серьезно, на эту отвечу, Самая большая награда для человека, Когда его песни поют, Вот понимаете, Пугачева там, Кто угодно поет, Понимаете, Вот это вот тогда, значит, Ну, она Пугачева. Нет, я говорю, Пугачева, И вообще, значит, Любой человек, Вот, Я просто счастлив, Когда слышу, И поэтому спасибо вам, Что вы меня подпеваете. Просто... Не запчи ее, Она Пугачева поет. Да я Пугачева замечательно, Она замечательно пела. Я, скажем, Не применил, А про других. И вот недавно, Мне, кстати, Была, Разбылась одна моя мечта. Я всю жизнь мечтал, Всю свою жизнь, Десятилетие, Чтобы зимнюю сказку Услышать в исполнении Детского хора. И получил вообще сверх того, Что ожидал. Вы знаете, Есть такая актриса, Людмила Иванова, В современнике. А у нее есть детский театр. Знает кто-нибудь, Да, Вот она забирает Маленьких детей, Ну, в общем, Таких и маленьких, Самых таких, Где-то еще дошкольного, Глубокого возраста, И среднего школьного возраста. И у нее театр. И вот она меня позвала В каком-то из спектаклей Вот эта зимняя сказка, Где дети поют. И вот эти вот клопики, значит, Так замечательно пели Эту зимнюю сказку, И моя мечта в жизни сбылась. Скажите, дамы, господа, Любовь и впрямь Такое чудо, Она уходит в никуда И возникает неоткуда Стремление к губ, Прозрение чувств, Так одиноко на свободе, Двойное чудо, Если вдруг Любовь пришла И не уходит. Скажите, Разве кто-нибудь Не хочет сладостного плена, Куда и сами все бегут, Будь он хоть на краю вселенной, Она и радость, и беда, С ней так легко, И так с ней трудно. Скажите, Дамы, господа, Любовь и впрямь Такое чудо. Мне подойдется, Кроме подъезда, Ах, как нельзя Нам быть на виду, Что уж поделать, Но нету нам места, Склеить на улице, В доме, в саду. Все наши тайны Давно уже известны, Только без таинства Нету любви. Вот и скитаемся Мы по подъездам Вечные странники Вечной любви Ветворим Тихонько Болезницы Звезды укажут нам Наше окно Нам повезло В этот вечер В подъезде Тихо, безлюдно И даже темно Как высоко мы Поднялись над городом На подогонниках Тронов своих Как пресекали Мои личности Шепотом В спящих подъездах Творцах На двоих Не подойдется Не подойдется Кончилось Детство Время Раскинулось Сети Свои По вечерам Открывают Подъезды Но И Странники Вечной Любви От галактики До галактики Мы плывем с тобой На кораблике Паруса у нас Цвета полночи Надувает Ветер Солнечный Хорошо Прости Господи Мы одни с тобой Во всем космосе Мы одни с тобой В бесконечности И глаза твои Как две вечности Мы плывем с тобой От звезды К звезде Наш корабль Любовь Я припал к тебе И как вспышка вдруг Лунный свет в лицо И как млечный круг Твоих рук Кольцо От галактики До галактики Мы плывем с тобой На кораблике Из созвездий Пьем Как из ковшиков И не страшно нам Ничегошеньки Ничегошеньки Прислушайся И ты услышишь Конечно Это Про тебя Прислушайся Мне шепчет ветер Забудь про все Не пустословь Все, что сейчас Звучит На свете Перевожу я На любовь Слова Увянут Как трава Сорвавшись с губ В горячке Буден Но мы теперь С тобой Не будем Искать Засущие слова А будем Слушать Все живое Шаги Шаги Стук Сердца Шум Дождя Преображенная Любовью Конечно Это Про тебя Такой Сегодня Видно День И видно Все Вокруг Такое Что все Пронизано Тобою И слышу Я тебя Везде А где-то Возле Синей ели Где птицы Синьи Сидят Судьба Играет На соберении И Это Тоже Про тебя Значит Да Вот сейчас он будет петь Вот тут Ребята тут есть Семен Шагалов здесь есть Вот несколько книжек у него еще осталось Гении рифмы 500 лучших стихотворений Всемирной литературы В Симферополе издал неизвестный автор неизвестный вот значит редактор издал эту книжку тут помимо Вахнюка Амар Хаяма Ахматовой Байрона Рэнбо Артюра который есть еще и Сережек Рэнбо он не хочет петь эту песню вы ее все знаете точно совершенно чуть-чуть беспомощно вагоны скачаются вагоны скачаются и все получается у меня само собой не получается вот вот это песня музыка которую Никитин написал но я хочу другую сейчас да да слова поэта повторив мы сказать должны ты гений рифмы вот на серединке на серединке у книжного киоска старушка и старик в людском водовороте они стоят в толпе и волосы седые над белой головой как божий одуванчик а все вокруг шумит и торопится толкает и держит он ее за легкий логоток на серединке у книжного киоска с утра пушует жизнь и здесь они чужие троллейбусы гудки машины светофоры толпа как старанча шуршит по магазинам как здесь похоже все как все неразличимы и держит он ее за легкий логоток на серединке у книжного киоска последний островок того что не вернется изменятся дома изменятся названия а встретение по нынешнему встреча и где-то на углу здесь встанем мы когда-то но кто поддержит нас когда промчится жизнь на серединке у книжного киоска птич у до 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 АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ Если брат или сестра Простим себе пустые разговоры Пустые щи великого поста Ведь все вокруг, конечно, неспроста Когда коробки, груженные нами Беспомощными нашими телами Вдруг резко тормозят у светофора Не в том беда и не в том печаль Что кто-то слишком давит на педаль Беда, что во всем мы судим скоро Но смысл всего нам скоро не узнать Простим себе пустые разговоры Простим других Труднее всего прощать Еще одна песня, которая поставлена в мой разряд лирических Хотя песня, в общем-то, она непонятного жанра Называется это роман с обывших влюбленных Но этот роман завершает цикл стихов, песен Которая называется «Гражданин Пельдрюшкин» Ну, понимаете сами, что этот гражданин Пельдрюшкин Персонаж такой сложный Это не чистый лирик Это простой такой нормальный Наш современный обыватель Очень которого я люблю Хороший, ну просто нормальный такой простой человек Я не буду весь цикл петь А вот его лирическую концовку Роман с обывших влюбленных Пельдрюшкин я Твоя зарплата Меня ты вроде не узнал Нет, я не стала маловато А лишь попала под обвал Все непривычно Так и странно Что была радость Стала грусть Я знаю, что Себе-то желанно Но все ж сама Себя стыжусь А помнишь, мы С тобой встречались Два раза в месяц Много лет Но той реальности печальной Когда говорят Физкульт Привет Теперь и ты И я свободный Но все же есть Разница одна Ты можешь делать Что угодно А я другому Отдана И завершающая песня Называется Картина Нарисовал Я лучик Света На белом листике Бумажном Не виден он Но все же Это Не так уж важно Не так уж важно Нарисовал я дом кирпичный А из трубы Идут фиалки Конечно Конечно Это Нетипично Но мне не жалко Мне не жалко Конечно Это Нетипично Но мне не жалко Мне не жалко А под окошком Пес и кошка Она танцует В ритме Твиста Пусть в жизни Вся не так Немножко Но кто в том Может поручиться Пусть в жизни Вся не так Немножко Но кто в том Может поручиться Она хороша Моя картина Она бодрит Она Всеряет И пусть в ней Главного Не видно Но только я Об этом знаю И пусть в ней Главного Не видно Но только я Об этом знаю Расплылись Огна Как улыбки Они кричат Слова Привета Пусть наша жизнь Одни ошибки Но суть не в этом Суть не в этом Пусть наша жизнь Одни ошибки Но суть не в этом Суть не в этом Берите кисти И рисуйте Неважно дом Лесу Оленя Зачем Раздумывать О сути Где размышления Там сомнения Зачем Раздумывать О сути Где размышления Там сомнения У нас все Поют И читают Сидя Часть Из людей Сидящих В этом зале Слышали Стихи А Часть Может быть Нет Я прочту Стих Который Может быть Объясняет Суть Суеты Бардов Почему они все еще Пишут Все еще Стремятся К осознанию Самих себя Чтоб еще кому-то Это было еще и надо От Рождества Христова От Понтия Пилата До Века Золотого Володи И Булата До Доброго От Злого С Истока До Предела В Начале Было Слово Но Прежде Было Дело Сквозь Время Шли Пророки Прозрачные От Жажды Чтобы Выбирали Строки Свершенные Однажды Если мы Домушно Хоть что-то Извояли То Только потому Что На их Плечах Стояли С Заката До Рассвета Как Пахари Пахали А подбирали Где-то Так Как вы-то Без Греха Зато Взойдя На сцену Где Взлет Не нами Начат Себе Мы Знали Цену Не ту Что Нам Назначат Нет Честно По-настоящему Может решиться Чего-то Не прятаться За спину Великих Предшественников И Современников Но еще и Самому Чего-то Обозначить В этом мире Анатолий Анатолий Закон Анатолий Закон Аплоди Аплоди Песня на стихе поэта Алексея Смольникова называется «Киш». Это образца 64-го года. Дрова в костре потухли, Прозрачная и бела. Мариновые угли Чуть тронула зла. Ещё белёсой стройкой Дым тянется с земли. Серебряной чешуйкой Дрожит звезда вдали. Серебряной чешуйкой Дрожит звезда вдали. Звенит комар над ухом, И ветер чуть дыша. Шуршит осокой сухо На крыше шалаша. Не сходит в мир прохлада, Полуночная тиша. Лишь, лишь утка где-то рядом, Зовёт тут тетка мышь. Лишь утка где-то рядом, Зовёт тут тетка мышь. Трава в костре потухли, Прозрачная и бела. Малиновые угли Чуть тронула зла. Не сходит в мир прохлада, Полуночная тиша. Лишь утка где-то рядом, Зовёт тут тетка мышь. Лишь утка где-то рядом, Зовёт тут тетка мышь. Тиш, 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 тиш. И вторая песня стихи поэта Юрия Адрианова называется «Озеро книжна». Тело дышит доброй осенью, И туман на ней грешна. Ремлет тихо бело озеро, Белолица, як нежна. Берега пустые, тишные, Обоймут её во сне. Что-то давнее и детское, Снится озеру книжне. Снятся ей посадок ярусы, Пламенеющий восток. И крыло косого паруса, Словно вскинутый плато, Чуть качнув ночными водами, Мягко в сумерках дыша. Всполнит песни с хороводами, Сироглазая книжна. Сколько в снах её нелепости, Удивлённой и смешной. Я сижу у старой крепости, Над озёрною книжной. Как сумела сохранить она, Сквозь житейские черты. Набизну первооткрытия, Свежесть детской чистоты. Мы боимся быть наивными, Разожёгшись на огне. Освежающими ливнями, Детство кажется во сне. Где ты жизнь его отбросила, Стала в чём-то так проста. Будь такую, как белозеро, Словно новый лист чиста. На стихе поэта Юрия Адрианова Песня называется «Последние бригантины». Проплыли облака, как льдины, Растая в утреннем огне. Ушли с рассвета бригантины По лёгкой вспененной волне. Нет, их не ждёт уж Дальний остров, Век парусов седой матрус, Последний бригантины устав, Ракушками на дне оброс. Ракушками на дне оброс. Ракушками на дне оброс. Ракушками на дне оброс. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Даже бывает иногда о пиво, но вот так получилось. В ночной степени тропах и дорог, Лишь ветра речавшего поры, Земля, час прянула из-под ног, На славу старском небе позабы. А мы ее не будем звать назад, Пускай летит у нас другой маршрут. Мы не имеем права опоздать, За нас друзья волнуются и ждут. В ночной степени звезды бегут, На дна яркой росы пьюгоря. Идут по звездам люди сквозь тайгу, Плывут по звездам люди по морям. Мы пойдем по звездам напрямик, Пусть этот путь не будет слишком прост, Ведь мы не из породы горемык, Совсем отвыкших в городах от звезд. И мы не будем землю вызвать назад, Пускай летит у нас другой маршрут. Пусть каждый шаг наш будет звездопод, Мальчишки звезды утром подберут. Пусть каждый шаг наш будет звездопод, Мальчишки звезды утром подберут. Борис Савельевич просил меня на свои слова спеть, Но я рискнул. Эта песня, в общем-то, написана по грустному поводу, Когда уезжал из страны мой соавтор, Который написал вот эти два замечательных стихотворения. А песня называется «Звоните своим друзьям». Остается все меньше друзей, Кто ушел, кто уехал совсем, И в алфавитной книжке моей Их, увы, не заменишь никем. Звоните, ребята, мне, И утром, и по вечерам. Друзей, голосай в цене, Звоните своим друзьям, Голосай, как праздничный звон. Слышу я до сих пор без труда, Можно вычеркнуть их в телефон, Но из жизни нельзя никогда. Звоните, ребята, мне, И утром, и по вечерам. Друзей, голосай в цене, Звоните своим друзьям, Как потеря друзей, их исход. Да и я угодил в круговерть, Пусть же в этот нерадостный год Дружба будет сильнее, чем смерть. Звоните, ребята, мне, И утром, и по вечерам. Друзей, голосай в цене, Звоните своим друзьям, Мне ваши звонки важны, И утром, и по вечерам. Друзей, голоса нужны, Звоните своим друзьям, Друзей, голоса нужны, Звоните своим друзьям. Ну, уже совсем немножко. Песня из стихи Семена Фрейсмана Разве не чудо, Разве не странно? Разные люди, Разные страны, Разных эпох, Разноцветные иго, Что же сроднило Грины и Григо. Именем схожи, Именем тоже, Только об этом Ты думаешь позже, Будто бы целого Две половины. Музыка Григо, Повести Григо. Те же рождают В нас ощущения, Те же печали, Те же стремления, Это наивно-прозрачная книга, Светлая сказка, Григо и Григо. Сколько бы ни было Свист и твиста, Но через год, Через сто, Через триста, Юноше даже приснится Картина Парусу Григо. Парусу Григо. Будет в шальном Человечьем свинце, Так же девчонка, Тоскуя о принце, Ждать с горизонта Заветного брига, То ли от Григо, То ли от Григо. Будет, пока Рождаются люди, Будет любовь и мечта, Ей будет, Будет волшебная Плыть бригантина Имени Григо. Будет волшебная Плыть бригантина Имени Григо. Имени Григо. Песня «Песня» 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 Мы ведь не устаем, пусть мы слабы на вид, Но не сдаёмся, нет, всё тот же в нас огонь горит, Огонь далёких лет. Когда в душе подъём, сильны её порывы, Пока мы живы, мы поём, пока поём, мы живы. Пока мы живы, мы поём, пока поём, мы живы. И нам милее всего друзей поющих круг, И нет прекрасней ничего, чем струн гитары звук. Надежду даёт, что не сорвётся вниз, Спасает нас от всех невзгод. Один простой девиз, когда в душе подъём, Сильны её порывы, пока мы живы, мы поём, Пока мы живы, мы поём, пока поём, мы живы. Заключение, такую, наверное, спою ещё одну песню, вам известно. Она, правда, требует массовой поддержки. Если знаете слова. То ли пропают ничего. Нет, уже нет. Это снег, как мой голубой, На лошадь дышит горячо, Светит месяц одинокий Через левое плечо. Продоколом крепкой бронью И отходят от воды Правокрестики воронь Влево от заячьей следы. Правокрестики воронь Влево от заячьей следы. Гнётся кустик на пушке, Блещет звёзды, Вёрзнет лес. Здесь снимал перчатки пушки И крутил лосы дентес. Раздаётся на полянках Волчих свадеб дальней вой. А мы летим в ковровых санках По дороге стало малой. Мы летим в ковровых санках По дороге стало малой. Ускакали с синёкой И одни чушь ещё Светит месяц одинокий Через левое плечо. Неужели на гулянку С колокольцем под дугой Понесётся в тех же санках Завтра кто-нибудь другой. И усы ладони тронет И увидит у воды Те же крестики в вороне Те же заячьи следы На берёзах Крачи гнёзда Да сорочья терема Те же волки, те же звёзды Та же русская зима Те же волки, те же звёзды Та же русская зима На погорство мельком глянь Где оградит Та кресты Мельком глянь Нас понянет Жили-были Ярдоты И прижмётся Синёкой И задышит Горячо Глянь ты Месяц одинокий Через левое плечо И прижмётся Синёкой И задышит Горячо Глянь ты Месяц одинокий Через левое плечо Глянь ты Месяц одинокий Аплодисменты Аплодисменты Спасибо Аплодисменты 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 Ну что, вот так вот незаметно всё время и ушло от нас Что мне нужно, чтоб стул у стола, чтоб тетрадь со строкой у не скорой Чтоб гитара опорой была не преградой, а точной опорой Чтобы под перебранкой сорок, над сумятицей речек и улиц Семь натруженных струн, семь дорог от меня до тебя дотянулись Что накоплено было, отдам Лишь бы снова теснее рассесться Лишь бы пальцы К истёртым ладам прикасались на уровне сердца Давайте через месяц 18-го числа следующего месяца Встретимся, я попою всё, что зал будет просить Старьё попою, навьё попою И давайте вот все эти вечера Вот у меня там будет Вот сам буду петь Буду вытаскивать всех ребят, которых мы подзабыли Но которые, оказывается, существуют очень симпатично До следующей встречи через месяц Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok